Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Пять человек погибли в крупном ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург. Более 7,5 тысяч выпускников региона отпраздновали последний школьный звонок. В Караганде торжественно закрыли Второй республиканский фестиваль национальных театров. И снова крупное ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург. В результате аварии погибли пять человек и еще двое с различными травмами были доставлены в районную больницу. Страшное столкновение двух автомашин – Volkswagen и Mitsubishi – произошло 25 мая около 20 часов вечера. В Шетском районе на 848-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург. Среди погибших дети – пятилетняя девочка и мальчик в возрасте 9 лет. Бригада «Экстренное реагирование» выехала через 4 минуты после поступления вызова. Через 40 минут были на месте происшествия ДТП. При осмотре оказалось 4 погибших до приезда бригады «Экстренное реагирование» и 3 пострадавших. Внимание, дети! Отдел Дорожной полиции УВД города Караганды провел оперативно-профилактическое мероприятие, главной целью которого является обеспечение безопасности детей на дорогах. Каждый год в мае УВД города Караганды проводит профилактические мероприятия для снижения дорожно-транспортного травматизма населения. Основная упора сделана на детях, так как за последние 4 месяца в Карагандинской области зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних. Анализ происшествия показал, дети зачастую переходят дорогу не в установленном месте, юные велосипедисты и водитель скутеров нарушают ПДД. И как итог, с начала года в авариях один ребенок погиб, еще 22 получили травмы различной степени тяжести. Дорожные стражи порядка организуют профилактические мероприятия во многих школьных учреждениях. Здесь проверяют наличие пешеходных переходов и необходимых дорожных знаков. Школьникам рассказывают о правилах проведения на проезжей части. Сегодня у нас в преддверии идет акция «Безопасная дорога». Хотелось бы отметить, обратиться вам, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Всегда сами соблюдали и подсказывали младшим братьям, сестрам. Что хочу сказать, в преддверии вижу, какие все нарядные, уважаемые выпускники. Всем успешно сдать ЭНТ, поступить в соответствующие, куда хотели, учреждения, получить образование и служить нашей республике Казахстан. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Более 7,5 тысяч выпускников региона отпраздновали последний школьный звонок. Начинаются самые напряженные дни перед сдачей единого национального тестирования. В 20-й раз выпускает своих воспитанников первая гимназия города Тимиртау. На торжественной линейке присутствовал Акимобласть и Болжан Абдишев. Главные действующие лица на сегодняшней торжественной линейке в первой гимназии Тимиртау, конечно же, выпускники. С сегодняшнего дня к ним можно обращаться на «вы». Первый серьезный этап в жизни пройден. Я чувствую за сегодняшний день, прежде всего, большую гордость, что я учился в этой, наверное, одной из лучших школ в нашей республике. И, конечно, немного грустно обращаться с нашей школой, но я понимаю, что никуда нам от этого не верится. Первая гимназия в Тимиртау отличается стабильно высокой подготовкой своих учеников. И это в первую очередь достижение педагогического коллектива. Сегодня юбилейный выпуск 20-й. За тот год мы вначале 20-й гимназии, а вот уже 20-й выпуск у нас. В этом году уже крайне 63 выпускника, с которым ходили претенденты «Алтынберге» и 4 претендента на 60-й собаку. Ну, я думаю, что в этом году мы должны выглядеть нормально, потому что в протяжении всех лет мы были призывы к местам. У первой отличницы гимназии, претендентки на «Алтынберге» настроение отличное, только глаза выдают грустинку. Ну, чувства смешанные. Вроде бы счастье. Ну, очень вкусно как-то расставаться со школой. 11 лет, все родное, все свое. Завершился учебный год. Бодрые барабанщицы задали торжественный ритм празднику. В последний раз школьному распорядку подчиняются вместе и выпускники, и их наставники. Дальше их дороги расходятся. Но места ребят, выпорхнувших в большую взрослую жизнь, пустовать не будут. Первоклашки уже наступают на пятки. Для них все впервые, все интересно. Еще тяжел символический ключ от страны знаний, которые им вручили выпускники. Но их это не расстраивает. Все поздравляю с последних звонком. Как хорошо быть выпускником! Маленькие звоночки, как память о сегодняшнем дне, вручают малыши своим старшим товарищам. А о школе и ее будущим ученикам Аким области Бауржан Абдешев подарил мультимедийную доску. Серьезное подспорье в век очередной технической революции в нелегком труде учителя. Все ваши успехи, дорогие выпускники, стали возможны благодаря их труду. Огромное им спасибо. Спасибо и вашим родителям, которые вырастили и воспитали вас. Дали вам все, что необходимо сегодня. Пусть в ваших судьбах сбудутся их мечты и надежды. Уважаемые друзья, не забывайте свою школу и своих учителей. Потому что именно здесь начало всему. Пусть навсегда в вашей памяти останутся первый учитель, первая учительница, которые давали вам не только знания, но и частицу своей души. Мы постараемся оправдать то высокое доверие, оказанное нам руководством города, области и страны. Спасибо любимой гимназии за счастливые школьные годы. Спасибо всем за то светлое будущее, которое открывается перед нами. Выпускников напутствовал Куаныш Омашев, ветеран труда, соратник первого президента республики по казахстанской магнитке. Но какую бы профессию не выбрал выпускник, есть одна, самое главное – быть достойным гражданином своей республики. И так звучит последний звонок. Вот и все. Хотя нет, все только начинается. И шары уносят в небо мечты бывших учеников и будущих строителей независимого Казахстана. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. После посещения гимназии номер один Акимобласти Баужан Абдишев навестил заслуженного наставника молодежи, почетного гражданина Тимиртау, почетного металлурга страны Аргена Жунусова. Это символично, когда бывшие школьники только пытаются делать первые шаги в профессии, в жизни, прийти к человеку, который всего добился своим труду. Арген Жунусов с 14 лет пошел работать на рудник. Это был второй год Великой Отечественной войны. Девиз того времени звучал как приказ «все для фронта, все для победы». Начало трудовой биографии резко отличается от возможностей выбора сегодняшних выпускников. Но Арген Жунусов был упорен в достижении своей цели. Он стал лучшим сталеваром страны. Он единственный в республике человек, который более 50 лет проработал у Мартена. Сталью, которую он сварил, можно опоясать пол земного шара. Свои ордена и медали Арген Жунусов скромно не носит. Но по случаю неожиданного торжества надел парадный пинджак. Особо он относится к награде, которую ему лично вручил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Оба металлурга отлично знают, что герой труда Казахстана люди горячей профессии просто так не получают. Сегодняшней молодежи есть с кого брать пример и есть чем гордиться. Потому что мы все граждане Республики Казахстан. Продолжилась поездка по Тимиртау посещением одного из крупных предприятий региона ТОО «Сантехпром». В первую очередь Баужан Абдишев интересовался выработкой стратегии завода по реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие Казахстана. ТОО «Сантехпром» – одно из старейших предприятий региона. В 1963 году был выпущен первый радиатор. Сегодня ТОО «Сантехпром» является одним из крупнейших заводов-производителей продукции санитарно-технического назначения, широко применяемой в быту. Производство является высокотехнологичным и единственным, выпускающим подобную продукцию на территории Средней Азии. Вся продукция изготавливается на современном оборудовании в строгом соответствии с немецкой технологией. В производстве продукции используются лучшие отечественные и европейские материалы. Производство является экологичным, а вся производимая продукция является экологически чистой. Для того, чтобы сделать экспортную политику более эффективной, компания начала сотрудничать с корпорацией по развитию и продвижению экспорта «Казнец-1» из институтов развития в составе государственного холдинга АО «Фонд устойчивого развития Казына». ТО «Сантехпром» постоянно совершенствует качество своей продукции, расширяет ассортимент, старается наиболее полно удовлетворять запросы рынка. В рамках программы по импортозамещению, проводимой правительством Республики Казахстан, компания освоила производство стальных панельных радиаторов и акриловых ванн на итальянской технологической линии. Ведя продуманную политику в области качества, предприятию удается снизить энергоемность производства и себестоимость выпускаемой продукции. Дорожная карта бизнеса, двери открыты. В Нуратане прошел день открытых дверей по разъяснению основных инструментов поддержки в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Цель – предоставить открытую площадку простым людям и бизнесменам для диалога с госорганами, институтами развития и банками второго уровня, которые обеспечивают реализацию Дорожной карты бизнеса 2020. В рамках акции бизнесмены смогли получить компетентные ответы и консультации из первых уст. Самыми актуальными среди потенциальных участников госпрограммы остаются вопросы субсидирования, выделения кредитов и подведения инфраструктуры. Мы также разъясняем, что сегодня государство предоставляет гранты для стартап-проектов, так называемых, для начинающих. То есть до 3 миллионов тенге можно получить грант для развития собственного дела. То есть как в городе, так и для села сегодня все отрасли охвачены для того, чтобы максимально можно было оказать поддержку со стороны государства, чтобы развивался бизнес. Карагандинцев приглашают на встречу с Акимом. Завтра, 28 мая, в 18.00 в Большом зале городского Акимата глава города Мейрамс Магулов ответит на жилищные вопросы горожан. Более подробная информация по телефону 423482-412993. В Караганде торжественно закрыли второй республиканский фестиваль национальных театров. В фестивале принимали участие 6 театров. Два из них представляли Карагандинскую область. Фестиваль особенный, отмечают организаторы. Здесь поднимаются другие вопросы. Межэтническое согласие, обычаи и традиции многонациональной страны. Театров, участвующих в фестивале, всего 6. Но именно они – олицетворение самобытности национального языка и культуры. Это те театры, которые сегодня, в течение последних 20 лет, соблюдая традиции и обычаи наших, многонационального нашего народа, продолжают развивать свои обычаи, обряды. На сценах не только карагандистов, на сценах всего Казахстана сегодня они показывают классику. В течение нескольких дней жители и гости Караганды могли познакомиться с постановками произведений классиков. Спектакли проходили на сценах Драматического театра имени Сейфулина и театра имени Станиславского. Последний, к слову, получил номинацию за многолетнее служение театральному искусству. На этот фестиваль вынес спектакль, который мы поставили для трех наших ведущих актрис театра. Это ветераны сцены. И, конечно, мы хотели их еще раз показать. И мы очень рады, что и жюри, и зрители очень благосклонно, очень тепло отнеслись к нашим ветеранам. И отметили, что они еще нисколько не ветераны, что есть еще и порох парохранится. Церемония торжественного закрытия состоялась. Занавес опущен, а театралы уже в предвкушении следующего третьего фестиваля. Готовят свои лучшие постановки, чтобы поразить искушенного казахстанского зрителя. Сегодня, чтобы зарегистрировать брак, не обязательно идти в ЗАГС, а можно просто воспользоваться электронной услугой подачи заявлений в интернете. С помощью портала электронного правительства с легкостью можно и развестись. Об этом и многом другом рассказали представители Департамента юстиции на специальном брифинге. На брифинге обсуждали все нюансы нового электронного варианта подачи заявлений. Это и время экономят, и дополнительные деньги не взимаются. По новой системе люди, находясь в разных уголках мира, могут подать заявление о вступлении в брак через интернет. Все то же самое происходит и при расторжении брака. Главное – наличие гражданства Казахстана и действующая электронная подпись. Такую систему можно использовать и при смене фамилии. Кстати, электронная регистрация действует и на недвижимое имущество. Можно не стоять в очереди в сон, а оформлять все и сразу у нотариуса. При этом за ускоренную регистрацию оплата не занимается, а исчисляется как за обычную. 17 апреля 2013 года вступили в законную силу приказ Министра юстиции об утверждении инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации их филиалов представительств. Анина Смакова, Телеген Рашидов, Марк Бултенов, 1-й Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берия Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. В Карагандинском спорткомплексе «Жастар» стартовал чемпионат Республик Казахстан по настольному теннису среди юношей и девушек с 2000 по 2002 годов рождения. В соревнованиях принимают участие 11 команд из различных регионов области. Главным рефери соревнований назначен судья высшей национальной категории Эльмира Алиева. Это чемпионат Казахстана по самому молодому возрасту. Чемпионат Казахстана настольный теннис, который сейчас в последнее время получает дополнительный толчок в развитии. Очень хорошо работают регионы Казахстана. И подтверждением тому присутствие на этом чемпионате 285 участников. Карагандинский «Шахтер» в рамках 13-го тура «Казахстанская премьер-лиги» отправился в Павлодар в гости к местному уртышу. Уже в самом дебюте матча капитан карагандинцев Андрей Финонченко вывел «Шахтер» вперед. После этого павлодарцы начали усиленно форсировать свои атаки и на 41-й минуте Алибек Аяганов сравнял счет. Во втором тайме Сергей Хирниченко убежал от защитников Иртыша и переиграл вратаря. Снова горняки лидировали в счете. В первой же атаке после пропущенного гола хозяева зарабатывают пенальти. Но Александр Молкин, который провел великолепный матч, отражает первый удар, но все же пропускает добивание. «Шахтер» дважды выходил вперед. Но Иртышу оба раза удалось сравнять счет. Боевая ничья 2-2. Карагандинцы оставляют за собой третье место с активом 18 баллов. Столько же у Иртыша, который дополнительным показателем расположился строчкой ниже. От лидирующего «Актубе» «Шахтер» отстает на 18 шков. Победитель регулярного чемпионата ВХЛ, финалист Кубка Братины Карагандинская Сарарка определилась с кандидатурой нового главного тренера команды. Им стал 46-летний Евгений Зиновьев, специалист, возглавлявший в последние годы хоккейный клуб «Южный Урал». В настоящее время хоккейным клубом Сарарка ведется активная работа по комплектованию состава команды на сезон 2013-2014. Как сообщает официальный сайт команды, список приглашенных на просмотр хоккеистов насчитывает свыше 60 игроков, представлявших ранее клубы ВХЛ, КХЛ, Европы и Северной Америки. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау, Боунзда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова